Здравствуйте! Отвечаем на другой вопрос, который нам прислали. Здравствуйте, Карина! Мне очень нужен ваш совет. Я прожила 6 лет с мамой в Чехии. И вот когда я уже сейчас решила жить отдельно, она меня никак не может отпустить. Звонит и говорит, что она одна, что ей тяжело, что я обязана быть с ней, и жизнь моя должна быть по ее сценарию. А я уже давным-давно все решила. И я не знаю, как успокоить, дать понять, что уже готова жить самостоятельно. И чтобы она это принято, так не высказывалось. Во-первых, тут немножко ей, знаете, не уточнения такие нужны. Во-первых, в начале текста понятно, что мама как будто бы переживает, что она одна не хочет остаться, мама одна не хочет остаться. В конце текста понятно, что переживание по поводу того, сможете ли вы самостоятельно жить. Вот тут видите, да, немножко неполной информации. Ну, давайте мы просто ответим на наше мнение, потому что, возможно, в такой ситуации многие люди. Ну, мне кажется, Азад, что многие мамы, они когда отпускают своих дочерей далеко, они, в самом деле, больше беспокоятся о себе. Не о том, как, да, они, тут какой-то эгоистический момент может играть роль. Не о том, как дочка устроилась. А есть такие мамы, ну, в них есть какие-то элементы эгоизма. Они вот привыкли, что дочка рядом, это же всегда удобно. Это тебе не нужна ни подруга, ни коллега, никто. Дочка, взрослая дочка, когда рядом с тобой, это тебе удобно маме всегда. Потому что вместе ходят, вместе чай пьют, вместе что-то делают. Дочка может по полной программе помочь. Если такой момент, если такой момент присутствует, то мне кажется, надо просто маму, любя, перед фактом поставить, ну, перед фактом поставить, что я все равно буду жить отдельно. Хочешь ты это или не хочешь, ну, так получилось. Ну, это все, конечно, в хорошей, корректной, с любовью в голосе, так сказать, надо говорить, понимаете. Всегда нужно говорить с любовью в голосе, не с укором. Что все равно мне хочется жить отдельно, потому что вы другой человек, у вас другой сценарий в жизни, и по-другому никак не будет. Иначе вы растворите в жизни вашей мамы, и все. И счастлива от этого вы точно не будете, и все это приведет к каким-то дополнительным ссорам, так мне кажется. Вот. Во второй половине текста кажется, что мама как будто бы переживает, что самостоятельно она не готова жить. Тут уже другая история. Если она переживает, что вы самостоятельно не можете жить, то есть вы, это покажет время. Вы также все это с любовью в голосе говорите, но своим примером показываете, что самостоятельно все-таки вы можете жить. Ты еще скажешь, что я все ответила. Ты еще скажешь, что я все ответила. Я не могу тут правильный совет дать, потому что мало информации. Да, информации. Во-первых, я не знаю, насколько далеко живут в разных странах. А если в разных странах пошел? Потом мама живет одна, или у нее папа есть, или другой мужчина есть. Допустим, папа есть. Нет, это все варианты, это ж только длинная. Ну да, давай варианты изберем, ничего страшного. Если отец есть, муж есть, но это не важно, у мамы и дочери такая тесная связь, что муж там всегда как-то сбоку. В любом случае, этот человек, ему хочется, вот смотри, этот суть, человек хочет жить отдельно. Его право на это нужно уважать все равно. Суть самого этого текста все равно. Она может маме объяснить, вот так же, спокойно объяснить. Только спокойно, да. Нормально объяснить, что я, так как ты меня научила жить самостоятельно столько лет, вот вложила во мне, научила. Да, узнание, образование. Я хочу попробовать, как у меня это получается. Попробуем. Что тут такое? Да. Попробуем. И когда она попробует отдельно жить, жизнь покажет, хочет она сама обратно к маме идти, жить с мамой, или не хочет. То есть, свое сердце надо слушать в этой ситуации. Сердце тебе что говорит? Хочешь, жизнь покажет. Ну, как я вначале сказала, это второй случай, если она переживает, чтобы самостоятельно сможет, это уже покажет время. Но ни в коем случае не нужно портить отношения с мамой, ни с укором говорить, ни с претензией, что ты мне не даешь личную жизнь какую-то улаживать. Ни в коем случае вот эти слова, всегда, если вы хотите сказать, вовремя закройте свой рот. Потому что вы скажете, слово вылетит, вы все равно будете переживать, мама там переживает, вы на другом конце переживаете все равно. Но старайтесь меньше говорить плохого. А своим примером будете показывать. Вы можете звонить, ну, что вы там, что она хочет, позванивать, познавать ее самочувствие, какие-то посылочки присылать, еще что-то, оказывать знаки внимания. Ну, я бы так сделала. Но твердо стоять на своей позиции. Не должен один человек, другого, даже если он родной. Раз мама боится, что она не может самостоятельно, у мамы есть такие страхи, если об этом говорить, значит, она что-то рассказывает о своей жизни такое, что у мамы возникают такие страхи, правильно? Да, это один из вариантов, а второй вариант может просто без рассказов ее тоже возникать такие страхи. Чрезмерная опека матерей бывает такое, чрезмерно они рисуют, мы рисуем же, рисуем. То есть она тут должна разобраться в характере мамы и, соответственно, дать ей то, что мама хочет, но не ущемляя себя. То есть она что же человек? Мама что хочет, внимание, значит, оказывайте ей внимание. Сейчас можно через скайп, через вайбер, через телефон, через посылочки, вайбер, то есть это внимание восполнить. Но живите своей жизнью, вы должны попробовать жить своей жизнью. А вот если не получится, тогда еще что-то напишите, не дай бог, если не получится. Тут она сначала должна конкретно и правильно разобраться, что сама хочет. Да, и когда у человека, вот сколько вы истории слышали, родители не разрешали идти по той профессии, а вот мы пошли, добились успеха, а потом сажаем родители первый ряд и они уже принимают. Вам надо, время покажет, будет время, вы свое вот это время не тратите, тратите на свое развитие, на свою учебу, на свое самоутверждение в жизни. И за результатом, если будут взрослые люди наблюдать, они сами примут этот факт. Более подробно надо разобраться, нет, у мамы страхи откуда, с чем связаны. Они могут быть просто страхи, есть такие мамочки, тревожные мамочки. Даже вот в этом надо разобраться и понять, это только тревожность или есть другие варианты. После этого можно более-менее советовать. Исходя из того, что вы рассказали, мы только так, потому что в начале текста одно, как будто мама без вас не может, а мама без вас не может. А вторая часть текста, как будто бы она сомневается, сможете ли вы отдельно. Понимаете? И пусть она тебе говорит, боже мой, пусть она там себе говорит. Она пусть говорит, а вы делом доказываете. Она пусть говорит, а вы доказываете делом. И все. И тогда время, тут только время покажет. Время, время. Все, как будто вы ответили как смогли. Продолжение следует.